здравствуйте друзья о выборах хотел с вами поговорить вот осталось две недели до выборов сегодня что там у нас 22 октября 6 ноября будут выборы я честно говоря задумался идти на выборы не идти на выборы что-то как-то был у меня момент в жизни там сколько-то лет назад когда я тоже не пошел думаю но их нафиг без меня разберутся то есть как-то вообще это тошнило во вся этого политической заскать кухня но иногда бывает что ты идешь ну просто потому что нельзя не идти собственно у нас есть пару пару дел чисто калифорнийских из-за которых наверное все-таки придется пойти на выборы потому что нельзя не пойти чисто локально но если вот смотреть на час таскать чисто федеральную часть конгресс вот туда то вообще-то тошнил его редко значит дело в том что есть как бы две политические организации ну партии вы можете сказать что партии много некоторые год как же их же много ну да но если вы отдадите свой голос за какую-то из них они маленькие незначительные ничего такого как бы от них ожидать не приходится и в этом смысле ваш голос как бы пропадает точнее вы фактически как бы не негласно отдаете этот голос от той партии которая вот имеет ну большинство да то есть скажем в калифорнии в общем-то независимо от результатов скажем того как я голосую на любого уровня выборах там есть еще много людей вот но как бы в калифорнии стабильно такой либеральный штат поэтому голос один голос другой там не имеют значения никакого но если тут у нас вот выборы местные там уже как бы ценность голоса другая но тем не менее хотя бы есть принципиальная позиция по калифорнийским вопросам есть принципиальная позиция несколько вот там есть два пункта в рифе два пункта в референдумах и я о них рассказывал это про позиция и и про позиция там надо пойти и высказать что касается кухни вот этой вот общенациональной там происходит такая картина в моей оценке естественно я не претендую значит и я в данном случае чек нейтральный то есть я не я зарегистрирован как независимый избиратель я не не аффилирован с той партии или с этой как бы по граждански смотрю то есть что-то во мне консервативное что-то во мне либерально такой микс смесь такая и вот смотрю на это дело значит есть две организации партии каждая из которых своими средствами гробит ту страну в которой мы живем и как бы для того чтобы страну не гробить чтобы она как-то жила значит исторически происходил так что умеренное крыло одной партии и умеренное крыло другой партии они как бы договаривались оставляя в стороне экстрим и поэтому как-то вот обходилась без экстрима там целая система балансирования это не не только что там пару пацанов сели и договорились нет там много таких балансирующих механизмов и в последнее время эти балансирующие механизмы сами разбалансировались то есть налицо абсолютно четкий и безоговорочный конституционный кризис когда система перестала работать на 200 лет как-то работала сейчас перестала я думаю когда пройдет время какое-то и там может быть больше ясности будет лучше люди проанализируют что как и так далее но вот сегодня как бы кризис налицо выход из кризиса непонятно какой будет ну должен быть такой но во всяком случае у нас есть две организации каждая из которых если ей поручить в одиночку управлять государством разрушит это государство на раз по-разному одни так другие сяк и они перестали договариваться они перестали даже пытаться договариваться у них как бы такая чисто такая партийная что ли настройка причем партия это ведь не не то что узнать как вот там пришли люди заплатили взносы нет партия это аппарат чиновничий вот а дальше избиратели вот он хочет там регистрируется с одной партии хочет с другой не хочет ни с кем не регистрируется просто идет и голосует то есть партия это просто группа чиновников вот собственно и все конечно они апеллируют там людям которые на местах там волонтеры энтузиасты там и так далее так далее но в общем то это все партия эти чиновники и вот чиновники должны отрабатывать бабло которое им дают на выборы выборы становятся с каждым годом дороже 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 и дороже то есть там у счет идет на многие миллиарды долларов и вот представьте себе что вот это пропозицию на ведь у нас это связано с ограничением прибыли центров производящих обслуживания вот с помощью аппаратов искусственной почки доялись так называем значит хотят ограничить их прибыль определенным способом ограничить и в поддержку в поддержку этого предложения собрано что-то там миллионов 30 долларов это чисто в калифорнии это даже не то что по всей стране вот тут у нас тут в других штатах референдумов особо не то вот калифорния управляется референдум и значит 30 миллионов собрано в поддержку и еще 80 собрано в то чтобы провалить вот это вот пропозицию ведь представьте себе свыше 100 миллионов долларов в одном только штате калифорния собрано для того чтобы прошло или не вот какое-то одно вот это пропозицию то есть там я просто рассказываю насколько деньги вот решают очень многие вещи никогда еще не было такой компании избирательной никогда чтобы мне вот вот на этот телефон вот каждый день приходили какие-то текст мессенджи и звонили люди по-русски уже трое звонили уже трое по-русски звонили я уже даже перестал я первого я еще с ним поговорил там пару минут вторая я ее просто послал со словами шик какого хрена она мне звонит тут вот а третий вот я даже не стал ничего просто но я просто чем раз и плюс еще текст мессенджами пишут такого не было никогда сколько народу задействовано сколько денег задействовано так вот выборы становится все дороже дороже и дороже соответственно люди которые бабки дают они ну чего-то ожидают значит поэтому когда группа партийных чиновников значит приходит к власти в том смысле в каком они приходят к власти они должны рассчитаться после лишь раз денег не дадут был комичный совершенно момент когда приняли налоговую реформу но вот недавно последний и там так в общем как-то было прописано кому налоги снизить кому нет богатым что кое-кого из богатых обошли вот там была категория которую обошли и вот эти конкретно конкретная организация называется кох бразерс вот эти кох бразерс они большие доноры так сказать республиканской партии дают много денег и так далее так их и обошли и этот самый начальник там их говорит а мы ведь раз такое дело вообще вам денег больше не дадим не ну правда но взятку брали брали значит там плати похороны заказывали заказывали рассчитайтесь вот и и не рассчитали это вообще денег не дам я не знаю может и даст может быть там ему сказать если не дашь то мы тебя еще тут и тут отнимем еще и посадим потому что мы про тебя все знаем может быть так тоже посмотрим я не об этом говорю я говорю насколько цинично и не прикрыто и публично это все происходит так вот что интересно значит самое интересное из всего что сейчас происходит в частности вопрос о том сможет ли трамп реально победить на следующих президентских выборах второй срок при том что он не был популярным то есть скажем победа трампа это не результат его популярности он он даже несчастный вот этой клип от 3 миллиона голосов проиграл но это была проблема как бы неизвестности трампа никому и не популярности клинта то есть скажем так неспособность демократической партии выставить хоть кого-то мало-мальски не урода привела к тому что вот пришел травм сколько бы не пытались там его апологи то значит утверждать что это вообще там народ его как-то нет конечно такой выброс произошел но вопрос чем повторится ли сценарий этот через два года когда будут новые президентские выборы и демократы так и не смогут предложить никого кто бы не был ну минимально не отвратен а желательно симпатичен а еще желательно чтобы ли как эта программа была какой-то лозунг был какие-то цели были поставлены ради которых люди идут на выборы чтобы проголосовать и сказать да мы этого хотим значит вот этого ничего не произошло за те два года которые прошли из прошлых выборов профуканных в общем-то демократами можно так сказать за это время демократическая партия не сделала ничего для того чтобы ну стать партией как бы да то есть опять это все элитистские вот эти вот круги опять они значит там какие-то свои интриги плетут лидеров нет программы нет повестки дня такой чтобы страну собрать можно искать консолидировать нет единственный лозунг это там только не трамп то есть как бы они говорят себе но вот трампа тот вышел там вот он ну дайте ему возможность показать какой урод и все и власть сама к нам придет нам же не надо ничего для этого делать но получается так что делать что-то надо не получается вот так чтобы ничего не делать опять это как бы люди оторванные от жизни они сами сочиняют какую-то какие-то мульки сами в них верят пытаются их навязать другим всегда находится какие-то у которых там ну сами понимаете чего с головой происходит и вот они значит так радостно такие зомби вот и вот они в своем этом мире живут в котором они туда свою наркоту вот эту идейную вкалывают и и и сами потом с нее балдеют и еще ну две-три недели назад опросы каждый день же опросы идут то есть это как бы такое дело опросы показывали какой-то очень ну я бы сказал даже неприлично большой перевес а у демократов с точки зрения вот грядущих выборов вот через две недели и сейчас две недели а тогда был то может быть месяц вот в середине сентября например опросы показывали что демократы должны еще замести там этот эту палату представителей как я не знаю что хотя они могут в сенате там потерять даже пару голосов там зависит от разных обстоятельств ну не суть а вот палата представителей тогда значит из трех как бы до источников власти смысле палаты представителей сенат и президентный суд сейчас не трогать значит вот поменяется и тогда не будет такой такого монолита поддержки белого дома будет вот палата представителей демократической тогда придется договариваться и тогда появится шанс что умеренные начнут управлять страной они экстремал сейчас управляют экстремал вот прямо сейчас то есть трамп как бы опирается на экстремалов остальные уже где поддерживает где помалкивают но во всяком случае не не выступают сильно против в республикации и вот вот эдакая неспособность значит ничего противопоставить а просто вот они сидят и ждут фактически так наблюдают вот ну и приводит это к тому что за последние пару недель вот этот перевес который был у демократов и который как бы должен был бы на выборах реализоваться в большой перевес в палате представителей по итогам выборов сейчас мы видим что этот перевес который у них был потихонечку тает происходит это буквально за несколько вот но несколько недель уж чего там повлияло мы не знаем то есть опять пройдет время там аналитики посмотрят и там кто бы вам сегодня чего не сказал сегодня пока непонятно почему это происходит хотя какие-то факторы были в жизни я не знаю какие но посмотрим это это не важно на самом деле совершенно не важно потому что что реально произошло демократы отдали этот процесс отдали этот процесс на откуп самим республиканцам то есть грубо говоря так будут республиканцы успешно или нет от демократов уже особо не зависит а зависит только от республиканцев потому что они как бы или больше себя дискредитирует или меньше или вот как-то может существенно конечно то что у демократов ничего против им нечего противопоставить понимаете вот этот лозунг только не трамп или там как лишь бы не трамп или там все что угодно только не трамп а ну конечно маловато будет маловато будет и в общем такая фигня могу сказать что вы знаете мы со светланой покупаем сами себе медицинскую страховку и в этом году произошло то же самое что и в прошлом и позапрошлом и то что происходит последние 20 лет значит отменили тот план который у нас был то есть мы не можем его продлить чтобы его продлить там практически нельзя ничего в цене сделать да значит поэтому план отменяется его как бы вообще нет предлагается другой на 200 долларов дороже грубо говоря в нашем случае там на 10 процентов дороже за год это после того как 8 лет шла истерия о том что обама керр это плохо это уже два года после того как есть большинство полная да то есть и президенты две палаты и уже могли бы и так далее но не смогли и но сейчас вопрос о том что происходит с медициной такой тихий никто слова не говорит вот нету 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 ни слова вот а цены вот нам пришел просто что пришло я просто говорю о том отошнотности и и мерзотности вот всех этих процессов политических на федеральном уровне вот конгресс президент и вот это все такое знаете гадостное чувство и я сочувствую конечно тем кто вот так энтузиаст в поддержке тех или этих потому что как вам сказать дело не в оттенке дерьма в оттенке его цвета пойти потемнее посветлей дело в том что как бы ты не назвал его шоколадом она не станет шоколадом она была есть и останется дерьмом что с левой стороны что с правой поэтому я думаю что как бы мы все кто относится к людям мыслящим малька вот должны как бы понимать вот эту разницу между дерьмом и шоколадом и не путать оттенки дерьма с шоколадом вот такая у меня мысль по ходу дела оптимистично счастливы друзья